Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас в программе «Мир Православия! Христос Воскресе!» Равнодушие существует испокон веков. И, наверное, яркий пример такого равнодушия есть в притче о милосердном самарянине, когда мимо израненного, избитого человека проходит и священник, и левит, не обращая на него внимания. У каждого были свои причины, свои обстоятельства. И, наверное, эти причины оправдывали их действия. Потому что можно сказать, что они спешили на богослужение. Прикасаться к человеку израненному или, может быть, мертвому для них было опасно. Они не могли бы тогда участвовать в богослужении. Но равнодушие всегда можно оправдать. Почему же возникает в людях равнодушие? Как с ним бороться? Об этом мы и постараемся поговорить сегодня в нашей программе. Конечно, равнодушие происходит от поврежденной грехом человеческой природы. Если бы не было греха, если бы наша природа была свята, как и задумал ее Господь, то, несомненно, что всегда в наших действиях, в наших поступках, в наших мыслях, в наших словах присутствовало бы уважение и, наоборот, любовь к человеку, а нежелание как-то действовать только ради самого себя. Вот такой очень обычный житейский пример, который случается в нашей повседневной жизни. Муж купил йогурты и спрятал их далеко на полке в холодильнике, а потом тихонечко сам съел. Заметив это, жена сказала, ну как же так, ведь у нас же есть дети, и дети, эта семья была многодетная. То есть каждый хочет потрудиться только ради самого себя. Да вот что-то себе хорошенькое, вкусненькое взять и самому, чтобы ни с кем не делиться съесть. Вот начинается все с маленькой, казалось бы, такой мысли и маленького поступка. Но когда ты забываешь о другом человеке, за которого ответственен, перед которым ты должен, конечно же, проявлять и поступки достойные, чтобы он мог видеть тебя и учиться этому с самого детства, то, наверное, это очень и очень опасно. Потому что один раз позволив себе такое, можно вообще очерстветь душой, в конце концов, в течение всей своей жизни. Поэтому апостол Павел говорил, что старайтесь духом уменьшлять дела плотские. Работайте духу, а не плоти. Потому что дела плоти – это известно, это эгоизм, это себялюбие, это комфорт, это стремление ничего не делать для другого. А дела духовные – это, наоборот, отдача себя. Как сейчас можно услышать некоторых молодых людей, отвалите от меня, отстаньте, не мешайте мне. То есть не мешайте мою жизнь ни своими поучениями, ни своими какими-то претензиями. Дайте мне жить так, как я хочу. Но наоборот, ведь для христианина важно, чтобы он старался жить для другого человека. Потому что в этом закон любви. Христос пришел для того, чтобы каждого из нас научить истинной любви. Бог стал человеком, чтобы мы увидели эту уничиженность Бога, Его желание и отдать себя за наше спасение. И, конечно же, этого Господь хочет, чтобы было и от каждого человека, кто называет себя христианином. Можно вспомнить такой удивительный пример, когда в нашей стране появились телефоны, более распространенно это где-то в 70-е годы, и люди, тогда снимая трубку, они не говорили просто «алё», как мы сейчас говорим, а говорили «чем я могу быть полезен?». То есть человек еще не знает, кто к нему обращается, что он хочет, какие у него будут вопросы, а проявляет вот такое уважение и заботу о другом человеке. Чем я могу быть полезен? И как не хватает этого сегодня в нашей жизни, когда мы видим даже имя и номер человека, который нам звонит, и уже думаем, брать трубку или не брать. Потому что знаем, что, может быть, у этого человека будут какие-то вопросы или проблемы у него есть, а нам совсем не хочется в этом участвовать. И мы уже внутренне решаем для себя вот эту проблему. А для христианина вопроса не возникает, он всегда возьмет трубку. Если надо, он сделает все возможное, все зависящее от него, чтобы помочь этому человеку. Апостол Павел говорит такие замечательные слова. «Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. И кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». Это касается нашей самой повседневной жизни, самых наших обычных обстоятельств. И вот то, что мы сейчас так говорим, что «отстаньте от меня, не лезьте в мою жизнь, мне ничего не надо, мне все равно, что там у вас происходит», но ведь никто не застрахован от того, что завтра тебе не понадобится помощь. И ты окажешься в той же ситуации, в которой тебе сейчас обращается нуждающийся человек. И что тогда? Если ты посел вокруг себя равнодушие, если ты посел вокруг себя то, что тебе ничего не надо, так ведь и к тебе также отнесутся. Поэтому, конечно, мы должны даже хотя бы из элементарного, от такого представления, что может быть и с нами что-то случится, помочь этому человеку. Потому что, видите, не зря говорится, что и от суммы, и от тюрьмы никто не застрахован. Потому что кто знает, что у нас будет завтра, кто знает, какие случатся обстоятельства. И необходимо сеять вокруг себя добро и любовь. Необходимо сеять вокруг себя вот то, что мы будем отзываться на нужду ближнего человека. А все это закладывается с самого детства. Нужно научить ребенка уже в детстве делиться самым вкусным. Да, вот есть такая ситуация. Ну, в детстве, особенно в советское время, было много таких дефицитных товаров, конфет или там других каких-то фруктов, которые, ну, только, допустим, на Новый год, там мандарины или вкусные конфеты, там мишка на севере. И один священник рассказывал, что когда он был маленький, мама как-то принесла с работы вот такую конфету. А он взял ее и съел. Сам съел эту конфету. Вот тогда, говорит, мне был такой урок, замечательный урок, который я запомнил на всю свою жизнь. Когда мне сказали, а почему ты не подумал, что мама тоже хочет эту конфету, и твой брат тоже хочет эту конфету. И он говорит, что мне хотелось как-то вернуть назад эту конфету, хотя, конечно, сделать этого было невозможно. Потому что совесть его настолько обличала, что как же он не подумал о ближнем, о том, что кому-то нужна эта конфета. А во многих многодетных семьях, я прекрасно знаю, что дети знают, что нельзя съесть эту конфету самому. И они готовы эту конфету разделить между всеми. Пусть по маленькому кусочку, но каждый попробует. Почему? Потому что они учатся любить друг друга. И вот это закладывается в самом-самом детстве. Известный писатель Бернард Шоу говорил, что хуже ненависти есть только равнодушие. То есть иногда лучше даже ненавидеть человека, по крайней мере, ты все равно будешь испытывать к нему какие-то эмоции, какое-то отношение будешь иметь к этому человеку. А равнодушие, оно делает человека совершенно черственным, совершенно бесчувственным. Ну, так же, как мы относимся к некоторым вещам. Ведь мы не обращаемся, допустим, к шкафу или к столу, не говорим с ними. С живым существом, даже с животными мы разговариваем. Так вот равнодушие, оно делает человека вот таким черственным по отношению, как будто это не человек, а вещь какая-то, бездушная совершенно, неодушевленная. И это очень страшно, потому что оно делает черствым человеческую душу. А эта черствость, она приводит к тому, что человек, ведь оказывается, он совершенно холодным и перед Богом. Потому что нельзя говорить, что я люблю Бога, и при этом иметь вот такие отношения к своему ближнему. Это очень страшно. Поэтому прав был этот писатель. И весь духовный опыт святых отцов говорит о том, что действительно начинать все нужно с маленького. И когда мы научимся потихоньку проявлять любовь, пусть даже, может быть, она не будет вызвана горячим откликом из нашего сердца. Потому что, конечно, мы думаем, что любовь – вот это когда у нас все горит, все светится, мы просто готовы горы перевернуть. Нет, может быть, иногда просто необходимо себя даже подвигнуть, заставить, сделать какое-то доброе дело. И тогда придет эта любовь. Известный оптинский старец, преподобный Амбросий, говорил о том, ну, как, в принципе, и сейчас очень многие люди задают вопрос, а что делать, когда нет любви, когда нет вот этого горения, когда нет этого желания делать добрые дела? И он давал такой совет, который универсален для всех поколений и на все времена. Если даже нет этого горения, этой любви, просто делай дела любви, без самой любви. И тогда любовь постепенно проявится в твоем сердце. Но главное – не оставайся равнодушным, не оставайся холодным к просьбе любого человека, к горю любого человека, к беде любого человека. Начинать необходимо, наверное, с самого обычного, со слов, и апостол Иоанн Богослов говорит, что давайте будем любить не только словом и мыслью, но делом и истинною. Да, дело и истина, конечно, это уже сама жизнь человека, но порой необходимо начать с чего-то более маленького, именно хотя бы со слова. Давайте научимся любить словом. Ведь это тоже очень важно, когда мы можем сказать какое-то слово, которое утешит человека, которое ободрит его, которое даст ему определенное настроение. Ну вот, допустим, мы давно не видели знакомого человека, встречаем его, можно что сказать? Можно сказать просто «Привет», а можно сказать «Дорогой мой, как же давно я тебя не видел, как же я рад тебя встретить». Вот это настроение, оно передастся тому человеку. Действительно, вот эта радость того, что он нужен, что о нем скучали, что о нем помнят, что действительно эта встреча приводит в радость этих людей. В Италии уже замечено многими людьми, люди и молодые, и среднего возраста, и пожилые люди, пары, они говорят друг другу очень часто слова «Аморы», «Любовь моя». Ведь это удивительно, когда говорятся такие слова. Мы привыкли это говорить только, когда у нас такие романтические какие-то отношения, на самых первых порах влюбленности. А почему не говорить эти слова почаще друг другу? «Любовь моя», ведь это так удивительно и красиво. То есть научиться говорить эти хорошие, приятные, красивые слова друг другу, при встрече, при каких-то отношениях с другим человеком. И это уже будет делать наше сердце неравнодушным. Это уже будет очень-очень важно. А еще необходимо, конечно, заметить в себе такую особенность, что мы порой очень обидчивы на некоторые слова. Мы, может, иногда не понимаем, от чего произошла эта обида, но боимся выговорить и крутимся внутри себя, в своей душе, в этой обиде. Опять же приведу такой пример, когда человек недослышал, не услышал, и потом целый месяц находился в ужасном состоянии уныния, подавленности, от того, что ему показалось что-то печальное и ужасное в тех словах, которые сказал священник. Одна женщина приехала в паломничество, в Оптину пустыню, и там, пробыв какое-то время, конечно, не хотела возвращаться в Москву, в эту суету, в эту толчую. И священник, который провожал ее к машине, он сказал ей на прощание, долго думал, что сказать, и сказал такие слова – «Радость моя». И, конечно, эти слова очень приятные, очень хорошие. Вот он, приезжая через месяц в Москву, встречается со своей мамой, навещая свою маму, а эта мама хорошо знала эту женщину. И она у него спрашивает – «Батюшка, а что ты такое сказал на прощание этой женщины, что она целый месяц плачет и рыдает на хуе себе места?» Он долго думал, а потом вспомнил, что я же ведь сказал – «Александр, Александра, радость моя, радость наша». И ничего плохого ей не сказал. А оказывается, эта женщина услышала, что «Александра, ты не наша». Она не услышала эти радостные слова, а услышала что-то свое. Может быть, от того, что ей печально было расставаться, но она не нашла в себе мужества или какого-то даже благоразумия позвонить и выяснить. А почему-то батюшка так сказал, а все время мучилась и плакала и страдала от того, что она, оказывается, не наша, ее не принимают в Оптиной пустыне. А все было по-другому. И священник перезвонил, они выяснили все это отношение, и все стало на свои места. То есть необходимо научиться говорить друг другу. Даже если что-то у нас мы не поняли, не услышали, не дослышали, высказать вот это, может быть, совсем это и другая ситуация, и другие слова прозвучали. И не таить себе вот эту обиду. Один святой угодник Божий говорил такие слова в молитве. «Господи, делай со мной то, что я делал с другими людьми». Вот кто может из нас сказать такую молитву, произнести искренне от всего сердца такие слова? Наверное, только тот человек, который действительно старается всю свою жизнь отдавать другому человеку. Как он может, какие у него есть для этого средства и возможности. Но это говорит нам о том, что необходимо быть действительно очень участвуем в жизни другого человека. Мы ничего сверхъестественного не делаем, если проявляем заботу о другом человеке, если не оказываемся к нему равнодушными. Наоборот, митрополит Антоний Сурожский говорил, что в этом нет нам никакого превосходства над другими людьми. И Господь то же самое сказал, если мы сделали, даже исполнили весь закон, мы рабы ничего не стоящие, мы сделали то, что должны были сделать. И по-настоящему верующий человек, он всегда будет оценивать даже свою добрую деятельность со знаком минус. Я мог бы сделать это и лучше, и более качественнее. Но уже то хорошо, что мы не будем оказываться равнодушными, что мы хотя бы на миг, может быть, поставим себя на место вот этого человека, который сейчас просит у нас помощи, ожидает какого-то участия в нашей жизни. И когда мы сможем себя поставить на его место, наверное, каждое сердце может дрогнуть и действительно проявить эту заботу и милость. Поэтому давайте не будем равнодушными. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Божье благословение да пребывает со всеми вами. Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлется тройческим единством священно тайне, священно тайне.